Уже прошло немало времени с тех пор, как одинокий воин отправился в свое нелегкое путешествие по этому опасному и непредсказуемому миру. Но вот и наступил тот момент, когда ему необходимо принять очень важное решение, на чьей же все-таки стороне он будет сражаться. Вообще-то, друзья, как вы поняли, сегодня мы будем проходить финальный экзамен на слейра, или же охотника на демонов. Здесь мы должны, собственно, выполнять достаточно большое количество разных различных квестов. Вообще-то, первый квест заключится в том, чтобы найти катану для первого, собственно, NPC, которого зовут Бет. Катана находится буквально вот там вот спаун, собственно, идем сюда за гору, и здесь, собственно, сама катана находится, подбираем ее и идем дальше. Собственно, следующий квест заключится в том, чтобы убить 10 сокровий демонов, и замираем этот квест у Джонни. Для этого нам, собственно, нужно прийти в это место, и здесь будут, собственно, сами демоны, нам нужно убить 10 штук, как я уже говорил. Желательно, конечно, чтобы меня никто не бил, потому что это будет реально проблема. Иди-ка сюда, изи, отлично. Первого мы убили, это хорошо. И я знаю, что финальный квест, это, собственно, убить очень сложного босса. Это, по-моему, даже самый сложный босс в принципе в игре, если что. Что ж, теперь мы должны, так понимаю, вернуться обратно, чтобы бандажи купить, потому что без этого нам капец. В общем-то, следующий квест заключается в том, чтобы формить фрукты. Фрукты находятся в таком, так скажем, треугольном расположении, потому что первый фрукт находится где-то там. Второй фрукт, собственно, находится здесь. Нам нужно теперь найти яблоко. Идем к следующему NPC. Насколько я знаю, это опять-таки квест по файтингу, но это уже будет немножко более сложные NPC-шки. Поэтому нам нужно убить 7 вот этих вот ювай-демонов. Короче, это немножко более сложные NPC, которые посложнее, чем прошлые, это точно. Бандажи я, в принципе, накупил достаточно хорошее количество. Штук 10. Так, поможем челу, потому что последний демон. И... Отлично, мы прошли этот квест. Что ж, направляемся, собственно, к следующему. Что ж, следующий квест, собственно, тоже у нас файтинговый, но уже нужно их убить всего 5 штук, потому что демоны на порядок сложнее. Используем бинты и начинаем, собственно, бинтоваться, потому что хп-шки уже осталось половина, и это уже опасно. То ж, теперь главное, чтобы меня не дамажили, потому что у меня осталось всего 3 бинта, и которые, ну, собственно, мне ничего особо не поминают. Мне придется опять фармить бабки, чтобы, собственно, еще бинты купить, потому что, ну, реально, 4 бинта или 3, вообще ни о чем, абсолютно. Хорошо. Хп-шка просто улетает молниеносно. Жизнь здесь реально сложная, здесь приходится бегать за бинтами каждый, не знаю, каждый квест, потому что хп-шки не хватает прям. Что ж, друзья, начинается самое интересное. Мы идем на финального босса этого экзамена, чтобы стать слэером. Так что пожелайте мне удачи, у меня на сегодня сейчас реально понадобится, серьезно вам говорю. Что ж, для того, чтобы, собственно, пройти этого босса без особых проблем, без какого-то дамага, нам придется залезть на вот эту вот стену, которая находится в самом дальнем углу, собственно, этого места. Тактика заключается в том, чтобы, собственно, кидать дальние скиллы на босса, и таким образом, собственно, дамажить его, не приближаясь. Потому что если ты к нему приближешься, особенно на моем левеле, как у меня, ты умрешь. Так, 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 друг, не умирай, вот это прям самое важное. Не умирай. Я без тебя тут не вывезу вообще никак. Что ж, геймплей, конечно, завораживает, слишком много экшена происходит, но что поделать, это как бы единственный способ мне здесь выжить и выиграть его, потому что... Я не собираюсь здесь рисковать, серьезно вам говорю. Четыре часа опять ждать, чтобы пройти? Нет, спасибо. Так, немножечко порисковали и хватит, так, ладно. Это делать, конечно, вообще не стоит. Вот видите, что со мной, собственно, происходит. Ё-моё, пацаны, я только что это заметил, но, оказывается, с него падает десятого фира сундук. Это ж какой лут можно с него собрать? Вау, просто капец, просто класс. Неужели, ребят, мы прошли? Неужели? Что это? О, какая-то катана. Иба. Я какую-то катану получил. Я не верю, неужели я прошел? Что ж, дамы и господа, на ваших экранах, собственно, я прошел этот экзамен. О, нам надо какого-то ворона. Он будет в основном использоваться для коммуникаций и квестов. Желаем вам самого лучшего. Имба, пацаны, я прошел. Спасибо огромное, опять-таки, моему подписчику, Бенди. Он помог прям очень сильно, реально, большой ему респект. Он, скорее всего, видосы-то смотрит, прям уверен. Что ж, друзья, если вам понравился этот ролик, то влепите лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Всем спасибо за просмотр этого ролика, увидимся в следующем. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok